Библейский портал экзегет.ру представляет 29 глава книги пророка Исаии Я читаю свой перевод для библейского портала экзегета и его слегка комментирую В конце 28-й был странный образ молодьбы Когда пшеницу, полбу, ячмень и с другой стороны травы, ароматические укропы, тмин Вымолачивают каждую своим образом, причем делают это не бесконечно То есть для того, чтобы вылучить зерно из шелухи, из колоса или из стебельков Нужно приложить определенные усилия и, в частности, поколотить, помолотить Откуда и слово «обмолот» Вот с человечеством то же самое Оно разное, оно состоит из разных пород Оно состоит из разных народов, из разных людей И иногда, к сожалению, приходится его слегка поколотить Или даже не слегка Вот в 29-й главе говорится, судя по всему, про Иерусалим Потому что ему дается название Ариэль Это название, которое все-таки относится к Иерусалиму Как бы его такое прозвище второе Горе тебе, Ариэль, Ариэль Город, где Давид лагерем стоял Там не очень даже понятно Стоял он лагерем вокруг Иерусалима Когда захватывал его у прежних обитателей и усеев Или он внутри него стоял, когда он уже его захватил Неважно Вот война и Давид Давид – это самый первый царь династии законной Которому все восходит И одновременно речь идет о боевых действиях То есть это все не просто так Это все не такое абстрактное рассуждение Вот вымолачивать сейчас кого-то будут Город, где Давид лагерем стоял Год за годом проходит празднество Но я наведу беду на Ариэль Будет в нем плач и рыдание Будет он моим Ариэлем То есть понятно, что Ариэлем Господа Не просто городом с каким-то названием Но городом, который Господу принадлежит Это про Иерусалим И что, как вы думаете, в качестве кого будет там Господь? А в качестве осаждающего Встану лагерем вокруг тебя Башнями тебя обступлю Проведу осадные работы Тогда заговоришь униженный, лежа на земле Из пыли прозвучит бормотание твое Как голос призрака из-под земли идущий Из пыли донесется твой шепот То есть обмолачивая город Вылущивая ценное тот самый остаток О котором часто говорят пророки, в том числе Исаия Он будет воевать, собственно, со всей остальной Частью этого города со всем остальным народом Бывает и так Но это не навсегда Но станет мелкой пылью множество твоих врагов Полчища притеснителей С соломой, что летит по ветру Внезапно, в мгновение ока От Господа воинств нагрянет гром Землетрясение и шум Великий буря, вихрь и палящее пламя И множество народов, воюющих с Ириэлем Идущих приступом на укрепление его Минуют они, как сон Словно видение ночное То есть на самом деле, опять-таки Он много раз об этом говорит Здесь еще раз Единственная сила, которая враждует с Иерусалимом Саудеем, это сам Господь А другие народы, это лишь инструменты В его руках Так голодный видит во сне, будто ест Но просыпается с пустым желудком Или жаждущий видит во сне, будто пьет Но просыпается истомленным от жажды С пересохшим горлом Кстати, очень хороший образ Для осажденного города В нем мало еды и воды И поэтому голодают и жаждут его жители Так будет и с этим множеством народов Воюющих против горы Сионской Они лишь думают, что они захватывают этот город Они лишь думают, что они воспользуются им На самом деле, это часть чего-то большего Это часть некоторого божественного замысла Удивляйтесь до полного изумления Закрывайте глаза до полного ослепления Пьянейте, но не от вина Шатайтесь, но не от хмельного Господь навел на вас глубокую сонливость Сомкнул ваши очи, пророки Покрыл ваши лица, провидцы Вот призыв, да? Удивляйтесь, закрывайте глаза, пьянейте Шатайтесь, то есть вряд ли это всерьез призыв Это скорее такой Ну вот, вы смотрите, вы так себя ведете Ну хорошо, ведите себя так, да? И дальше объяснение, что вот эти самые пророки, провидцы То есть те, кто должен был бы возвестить волю Божью Они как раз утратили эту возможность Всякое видение для вас, как слова запечатанного свитка Подают его знающему грамоту и говорят Прочти-ка А он отвечает Не могу, запечатано Печать нельзя сломать, да? Потому что печать свидетельство подлинности документа Если сломать печать, то значит уже непонятно, кто его написал Сегодня мы представляем себе Там эти пин-коды всякие, пароли у нас есть Тогда были только печати Или дают свиток не знающему грамоты И говорят Прочти-ка А он отвечает Не могу, грамоты не знаю Вот пророки, провидцы связаны с такими людьми Один боится разломать печать Один боится приоткрыть эту тайну Другой просто уже ничего не знает Вот пророчество – это не такая простая вещь Быть профессиональным пророком не всегда получается А может и не хочется И сказал на это Господь На словах этот народ приближается ко мне Языком своим меня чтит А сердце его далеко от меня И если они меня и боятся, то лишь потому, что люди их так научили Люди их так научили, может быть, не обязательно пророки-священники Может быть, именно, что нападение, вражда Вот эта бурная жизнь, которая вокруг Которая, конечно, является проявлением злой воли людей, окрестных народов Она и учит их обращаться к Богу Вот парадоксальным и неправильным, но тем не менее таким образом Потому сотворяется этим народом чудо Да, чудесное чудо Которое мудрость их мудрецов погубит И помрачит разум их разумных То есть они лишатся как раз того, что они не используют Они не пытаются прочесть эти самые пророки-провидцы Они не пытаются народу что-то рассказать Они не используют этот свой разум, эту свою мудрость Значит, они будут у них отняты Горе тем, кто скрывается глубоко, чтобы скрыть свой замысел от Господа Творят они свои дела во мраке, приговаривая Да кто увидит, да кто узнает Без рассудства Вероятно, скрываются глубоко в данном случае Те, кто действуют конспиративно, под покровом ночи Или каким-то еще образом Скрывают свои истинные намерения, свои действия Ну, шайка бандитов, грубо говоря Вот, а почему? Сравняется ли Глина с Гончаром? Скажет ли изделие о мастере? Не он меня сделал Скажет ли горшок о Гончаре? Ничего он не понимает Довольно обычный аргумент И у Исаии он встречается тоже еще Что человек это творение Божие Поэтому он должен говорить уважительно по отношению к мастеру По отношению к Творцу Ну и не пытаться его поставить на второй план Что здесь явно описано И вообще дальше все изменится Еще чуть-чуть и Ливан станет садом Садом, то есть культурным пространством Ливанские горы достаточно хорошо поросли растительностью И животных там было довольно много Но это все-таки не сад Это вот дикая природа А может быть он станет ручным А сад будет подобен лесу А может быть садом А именуется как раз израильский иудейский народ То есть те, кто должны были бы быть не дикими Но оказываются дикими Как песни о винограднике В тот день глухие услышат слова свитка Прозреют слепые от тьмы и мрака Тот день Ну вот день пришествия Господа Видимо, когда будут исцелены слепые и глухие Об этом потом в Евангелии будет довольно много Один из главных признаков Одно из главных доказательств Что Иисус именно Христос Здесь это не первое упоминание Подобное похоже Но во всяком случае одно из ранних Возрастать будет радость нищих о Господе Ликование бедняков о святом Израиле Ну то есть о том, кто для него святыня Потому что угнетатель сгинет И наглеца не станет Исчезнут те, кто зло заумышляет Кто ловит человека на слове На суде его жалобу извращает Невиновного прав лишает Это что же, переродится человеческая природа? Может быть Или будет такое справедливое устройство общества При котором эти дела просто Ну, лишатся смысла И никто не будет их делать Так говорит Господь дому Иакова Тот, кто искупил Авраама Отныне не постыдится Иаков Отныне ему краснить не придется Когда увидят своих детей Творение моих рук Будут свято чтить мое имя Свято чтить святого Израиля Пред Богом Израиля благоговеть Ты, чей дух не тверд Те, чей дух не тверд Обретут разум Но те, кто роптал Получат наставление Вот интересно О чем это? Смотрите Иакову не придется краснить и стыдиться Он будет видеть своих детей И они будут благоговеть Соответственно Главный стыд Это дети Которые не слушают Бога И при этом Даже уточнение Что те, кто были не тверды Обретут разум Те, кто роптали То есть Те, кто даже были против Получат наставление То есть Идет речь не просто О победе Бога Такой военной Когда Он всех отправит Куда-нибудь Очень далеко Или побьет Или погубит А про то, что люди Которые чего-то не понимали Которые вели себя Ким-то образом неправильно Они Станут это делать Уже иначе И Краснить не придется За детей Вот Это младшее поколение Может быть Не только по возрасту Может быть За простых людей За тех, кто Менее образован За них не придется краснить Потому что Они обретут разум И наставление Ну а если нет В 30 главе Мы прочитаем Что с ними будет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому